Добрый день! Что бы вы сказали вообще о предисловии книги Зор? Вы обычно очень много говорите об этом, что это особая книга, которая включает в себя всю книгу Зор. И мы выберем оттуда несколько статей и попробуем разобраться в основных принципах, на которых были написаны эти статьи. Сегодня мы разберем буквы Раби Амнуна Сабы. Но прежде всего вопрос к вам, что включает эта книга и о чем она вообще? Ну, книга Зор – это известная книга. Ее даже не надо как-то рекламировать. Они все слышали и все ее как бы уважают, даже если не понимают в ней ни одного слова. Действительно, это книга, которая рассказывает о тайнах мироздания, о структуре всего мироздания, о его истории, прошлом, настоящем, будущем. В общем, содержит в себе все. Это книга Зор сама. А предисловие книги Зор, она как бы говорит в сжатом виде о всем внутреннем содержании самой книги Зор. То есть, если вы берете книгу Зор, то там, возможно, будет, смотря в каком издании, будет перед вами несколько томов. В то же время как предисловие книги Зор, она короткая, краткая, вместительная, емкая, и она заменяет, в общем-то, всю книгу Зор. Как сказал Баля Сулам, автор Пироша Сулам, аль книгу Зор. Это то, что можно сказать. Далее, надо просто... Ну, мы с вами сейчас разберем, да. Да, нам надо с вами просто почитать, поговорить об этом, и вы поймёте, насколько эта книга, она содержит в себе все-все сведения о общем мироздании. Да, она содержит это всё, но нам придётся разобраться, потому что я, готовлясь к передаче, понял, что так вот просто читать и понимать, что там написано. То есть, ты понимаешь, что там что-то закодировано. То есть, это через все эти рассказы, все эти иносказания такие проникнуть и увидеть действительно, о чём идёт речь. Для этого нужна ваша помощь. И вот начнём сразу же с... Это не первая статья, я просто... Невозможно, там несколько десятков статей есть в этой книге, которая, вы говорили, содержит вот это предисловие. Оно содержит, в принципе, вообще, что такое Зор? Как вы говорили, это комментарии на всю Тору. Да. Вот, и это... А именно предисловие, оно содержит вообще всю информацию, но у нас ограниченное время и полчаса у нас передачи, поэтому мы будем брать только основные моменты для того, чтобы наши зрители и слушатели только поняли, о чём речь, а дальше, чтобы возбудили в них интерес, а дальше, чтобы они сами уже искали, как... А хватает информации, как дальше развиваться. Так вот, если мы возьмём... Это не первая статья по порядку, но, на мой взгляд, она была интересна. Это буквы Раби Амнон Асаба. Ну, во-первых, вот вообще, кто такой Раби Амнон Асаба? Это название статьи. Ну, это один из величайших мудрецов древности, который жил более двух тысяч лет назад. Вот. И он обучал сведениям, о которых говорит книга Зоар, своих учеников. И поэтому о нём пишется. Ну, вот вначале, как написано так, что, как на иврите я говорю, это Баришит Бара Элуким Шамаем Иарас, да, то есть вначале сотворил Бог небо и землю, и вот, значит, поясняет, здесь книга Зор пишет, что «Когда захотел Творец создать мир, все буквы были ещё вскрытии, и две тысячи лет до сотворения мира Творец разглядывал буквы и наслаждался ими». Так написано в этом предисловии. И вот у меня к вам вопрос. Что значит, что такое буквы? Что означает, что буквы были вскрытии? Что значит, что Творец наслаждался ими? То есть тут каждое слово надо каким-то образом объяснить. О чём речь идёт? Ну, ты считаешь, что мы можем приступить таким образом к выявлению того, как говорит книга Зор о начале Творения? Ну, я, наверное, не считаю, но я считаю, что мы можем попробовать. То есть тогда и времени-то не было за две тысячи лет до сотворения миров. Так что всё это очень неусловно. Это всё надо понимать, что это всё описывают только лишь духовные процессы. И не какие-то года или вращение планет, звёзд светил до нашего мира и так далее. Ну да, сами каббалисты говорят о том, что информация, которая написана в каббалистических книгах, как пишет Бальсуля, находится вне времени, пространства. Это понятно. Но вот буквы, да, вот что это за... Что такое вообще буквы? Буква — это утийот. Утийот — это на иврите вообще не буква, а знак. То есть это знаки, с помощью которых обозначаются определённые духовные силы. Мы знаем, что есть несколько возможностей описать что-то на бумаге, на пергаменте, на камне и так далее. Неважно где. Хоть на песке и на воде. Главное, чтобы эта запись, она была чёткой, то есть с чёткими корнями. Так вот, буквы, о которых говорится в книге «Зор», которыми была написана книга «Зор», это буквы особые, которые обозначают распространение высшей силы на низшую форму жизни, которая представляет собой желание. И вот свет, высшая форма управления, он воздействует на низшую форму на желание, и таким образом постоянно-постоянно меняет его и что-то делает с ним, формирует его под себя. Поэтому можно сказать, что всё в мире состоит из высшей силы. Это сила света, как луч света, который светит на форму, на желание, и преображает его в ту или иную сторону, в соответствии с собой, как он решает. То есть, если я правильно понимаю, есть какая-то высшая сила, высшая энергия, и когда она создала нашу материю, то каждый раз, когда свет входит в эту материю, эта материя принимает определённую форму. Да. И вот эти вот буквы, то есть эти знаки, они являются этой формой. Угу. Ну вот интересно, что вот эта статья, каждый человек может зайти, конечно, на наш сайт и прочитать эту книгу и эту статью. И там интересно, что она достаточно длинная, и речь идёт о том, что есть 22 знака, и каждая из этих букв, знаков, она как бы аллегорически рассказывается, она приходит к Творцу и говорит ему, просит его, что вот именно с неё нужно начать построение мира. А Творец как бы говорит, ну да, ты хороша, так-то, так-то, но с тебя я не начну. Вот. Вот и здесь как раз вопрос. О каком здесь процессе речь идёт? Что значит, что буквы заходят к Творцу и просят создать, каждая просит, чтобы с неё начали создание мира, и таких вот знаков есть 22? Да, есть всего 22 силы природы, которые в комбинации между собой создают совершенно всё мироздание, абсолютно все миры, и всё, что их наполняет, насыщает, всё это исходит из всего лишь 22 букв. И, ну, есть ещё пять букв дополнительных, которые ничего не решают, просто они пишутся в конце слов. Ну вот, я предпочитаю быть кратким, я боюсь в какую-то сторону уйти. И дальше пишется, как я уже говорил, что когда Он пожелал создать мир, явились перед Ним, перед Творцом, все буквы, начиная с последней и кончая первой. Почему именно буквы являются в обратном порядке? Первая, там, начинается ТАВ, что она, в принципе, последняя, и так до буквы АЛЕФ. Почему именно в обратном порядке? Потому что мы говорим о буквах как о сосудах и о свете, который создаёт их в обратном порядке. То есть свет движется свыше вниз, а буквы поднимаются снизу вверх. И поэтому таким образом происходит именно соединение света с теми инструментами, которые он создаёт, с теми желаниями к себе. Поэтому буквы подходят в обратном порядке к Творцу и просят его, якобы так, аллегорически, просят его создать с их свойствами мир. И начинаются же последние буквы. То есть, получается, был кто-то, допустим, там, вот этот Раби Шимон Бар-Юхай, который написал эту книгу Зор, который в себе, внутри себя, в своих желаниях раскрыл свет, как этот свет создавал вот эти его желания, так можно сказать? Да. То есть всё, что мы сейчас изучаем, это всё люди постигли? Конечно. Раскрыли, постигли, оформили. И передали нам. То есть это не как, допустим, теория Большого взрыва, да? Что это где-то когда-то было, там, миллиарды лет назад, и, иди, знай, никто это не видел, и всё это теория. Нет, здесь мы имеем дело с передачей достояния, раскрытия каббалистами из поколения в поколение. Здесь ещё очень интересная информация, что далее пишется в книге Зор, что известно, что одно против другого создал всесильный, то есть против каждой силы в святости создал Творец соответствующую силу в Ситраахра. Ну, это Ситра-то, это… Нечистая. Да, нечистая сила, которая противодействует этой святости. То есть, ну, тут надо сказать так, может, какова цель создания мира вообще, и почему вообще необходимы две противоположные силы? Ну, две противоположные силы необходимы для того, чтобы создавать вообще что-то. С помощью одной силы создать ничего нельзя. Это, естественно, мы это видим из нашего мира, в том числе. Говорится о том, что когда Творец пожелал создать мир, то есть создать место, где могут пребывать его создания, то он должен, соответственно, этому, передать этому миру свойства, в которых эти создания могут существовать, размножаться, развиваться и достигать своего какого-то определенного высшего состояния. Об этом говорится в книге. Ну, главное, как я уже говорил, что главной сутью всей этой статьи является, статья о буквах, является процесс, когда буквы, каждая по очереди входит в Творцу и говорит о своих достоинствах. А Творец говорит, отвечает, что в каждой из этой буквы или знаков есть достоинство, но есть в ней противоположность. И поэтому он не даст ей возможность с неё начать создание мира. Две противоположные силы. Ну, как пример, можно прочитать информацию, как это выглядит. Если, допустим, наши зрители не найдут в себе силы найти эту статью и прочитать, то просто зачитаем отрывок небольшой. Написано так, что явилась перед ним, перед Творцом, буква Шин, допустим, и она обратилась к нему, владыка миров. То есть тут надо понять, как вообще всё это написано тоже, каким языком. Владыка миров, да будет угодно тебе сотворить в иною мир. И благодаря мне ты зовёшься именем Шадай. И мир подобает создать святым именем. А он дальше ей отвечает, что красива ты, хороша ты и правдива ты, но поскольку буквы слова ложь, то есть шекер, взяли тебя к себе, не хочу я создавать тобой мир. Ведь ложь не сможет существовать, если буквы кув-рейш не возьмут тебя. То есть и так каждая буква, так вот вся эта статья, когда каждая буква входит, она говорит о своих достоинствах, и он, творец, отвечает, почему в ней есть отрицательная сила, и поэтому он не создаст. Вот поясните, как правильно понимать вообще этот текст? Я хочу связать это с собой. Где это во мне всё это? Как я могу найти это всё? Или вообще, как правильно читать это? Что мне даёт, если я сейчас прочитаю этот текст? Ну ничего, я думаю, особенного он тебе не даст. Но ты начнёшь всё-таки чувствовать, что что-то в тебе начинает шевелиться. Внутри что-то начнёт действовать. Даже если ты ничего не поймёшь. Но всё равно, вкладывая свои усилия в то, чтобы прочесть, и попытаться понять, впитать, проглотить, как-то переварить этот текст, хотя ты, конечно, этого не сможешь сделать, но это всё поможет тебе всё-таки достичь какого-то состояния нового. потому что само чтение, сами буквы, вид их, это всё будет влиять на тебя. То есть просто, если я даже из какого-то любопытства читаю, просто, допустим, мне интересно, ну, стиль написания, всё-таки писали там 2000 лет назад, и вот всё в такой интересной форме, даже драматические ситуации есть здесь. Есть много. — То вы говорите, что всё равно это влияет, даже если я не понимаю... — Всё равно влияет. Я советую всем, кто может читать, причём на любом языке. Я надеюсь, что перевод будет нормальный, и вы сможете почувствовать на себе, как это на вас влияет. Спокойно, не спеша. Просто прочтите. От начала до конца предисловия Канегизор. — Ну и вот, значит, как я уже говорил, в такой форме в этой статье каждый раз буква заходит, и каждый раз Творец говорит, почему он не будет именно с неё создавать мир, пока не приходит буква Бет. Буква Бет, сущность её ступени, так пишется, что это благословение, и нет у неё никакой противоположной силы, поэтому с неё Творец и начал построение мира. Поэтому и написано в Торе, что Баришид Бара, то есть вначале создал Творец и так далее. Ну как Зор объясняет всю Тору. Вот. И здесь вопрос к вам. Как такое может быть, что есть знак, у которого нет противоположной силы? Как это может быть? — Ну вот так вот появилось. Что особо в этом свойстве, в этой букве Бет? — Что оно означает благословение. Буква Бе означает благословение. То есть есть специальная особая сила Творца, которая воздействует на человека и движет его к правильной цели, в правильном направлении, по правильному пути. — То есть что такое вообще? Как понять благословение? — Благословение, что есть свыше особая сила Творца, которая движет человеком, направляя его к правильной цели. Это и называется благословение. — А где мне найти вот эту букву Бета в себе? — Ну, это если ты прочитаешь, что ты уже начнёшь чувствовать, как на тебя это действует. — То есть я буду чётко понимать, что вот эта сила, которая меня как-то выводит куда-то, ведёт, даёт какое-то осознание, это сила Бет? — Да. — Ну да, у нас время подходит к концу. Ну, необходимо всё-таки ещё несколько слов о букве АЛЕФ. Всё-таки, да, в конце приходит буква АЛЕФ, и уже как бы Творец отдал букве Бет это право быть, да. И дальше пишет Зор так, что ответил ей Творец, когда буква АЛЕФ к нему пришла, «Хотя и будет создан мир буквой Бет, ты будешь во главе всех букв и не будет во мне, то есть само Творце, единства, как только через тебя. Тобой будут начинаться все расчёты, все деяния обитателей мира, и всё единство постигается только благодаря букве АЛЕФ». Вот поясните, пожалуйста, что это такое? О каком единстве идёт речь? Что? — Ну, АЛЕФ, она открывает всю серию знаков, с помощью которых Творец изображает мироздание, силы которой действуют, связь между ними, от начала и до конца. И поэтому буква АЛЕФ, она изображает в себе очень сложную конструкцию. Высший мир, низший мир, разделённый между собой такой границей, называемой Парса, и только в таком случае можно представить себе систему, которая действительно состоит из двух миров и управляется единой силой свыше, и приводит всю систему, все миры к единому виду. — То есть, в принципе, если посмотреть, как выглядит эта буква АЛЕФ, то действительно она как бы… То есть, один её как ЮД, ЮД-ЮД, и есть такая Парса, то есть, как бы перегородка. — Да. — То есть, в принципе, каждая буква, мы сегодня это не разбирали, она имеет свою определённую форму, то есть, так проявляются высшие силы в материи, да? — Да. — Так их можно изобразить. — Да. То есть, есть всего несколько сил, свойств, которые в определённом сочетании между собой образуют буквы и таким образом как бы штампуют своими сочетаниями на подложке нашего мира, на желании, на эгоистическом желании свои альтруистические свойства. — А как это вообще может влиять? Вот сидит человек, да, в этом теле, и он смотрит своими животными глазами на вот очертания вот этих букв, которые, в принципе, изображают какие-то духовные силы. Если я не понимаю, о чём речь идёт, всё равно это на меня воздействует как-то? — Да. — Абсолютно точно. Вот, допустим, человек, допустим, подобен какому-то маленькому животному. Но если он работает с этими буквами, то есть пытается что-то в них найти, изобразить, понять, прочитать, то с их помощью он постепенно-постепенно приближается к великим знаниям природы. — То есть именно своим желанием понять, о чём идёт речь, он как бы вызывает на себя вот эти вот все силы. — Да. — И они начинают его как бы менять изнутри, давать ему какое-то осознание. — Да. — Ну и последнее. Далее там пишется уже в конце статьи, что все вопросы буквы — это, в принципе, подъём «ман» букв, а все ответы — это нисхождение «мат». то есть когда человек занимается чтением определённых текстов, то он этим поднимает свои желания к Творцу, просьбы к Творцу, молитвы к Творцу, и это называется «ман». А когда он заканчивает свою просьбу, молитву, тогда он получает свыше то, что называется «ман» — нисхождение высшего света, нисхождение высшей энергии, и таким образом происходит воздействие человека на Творца, и Творца обратно на человека. Это есть так называемый «ман» и «мат». Так вот, поэтому и говорится, что, будучи в Синайской пустыне, сыны Израиля питались маном, манной небесной, то есть тем, что поднимали свои желания, молитвы к Творцу, и в ответ получали свыше ну вот как манка, то есть белая такая покрывающая песок в пустыне вещество, которое они собирали, и этим питались все 40 лет в пустыне. 40 лет — это обозначение от Малхута до Бенны, то есть те свойства, которые человек должен пройти, исправить их, и тогда он входит в чертоги Творца, раскрывает Творца. Да, спасибо вам большое, значит, наша передача подошла к концу, но я надеюсь, что мы вот такая короткая беседа, хотя бы, ну, я думаю, цель ее вызвать у человека интерес, и хотя бы какое-то малейшее понимание, о чем идет речь в этой книге, как вы уже советовали, надо просто брать, читать. У нас есть очень много на эту тему материалов, и я советую нашим товарищам, кто интересуется, просто зайти в нашу библиотеку, и там все найдут. Это была статья о буквах, и каждый раз мы так будем брать какую-то статью из предисловия книги «Зор», и так вот кратко разбирать. Спасибо вам большое, и до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok